Здравствуйте, уважаемые зрители Дистиллер Шинетхом. Сегодня получил посылку из Китая. Куб на 100 литров. Живу я в Израиле. И я очень ждал эту посылку. Куб открыл я заранее. Честно говоря, меня очень удивило качество этой конструкции. Качество потрясающее. Сварные швы, сварные соединения. Очень хорошо сделаны патрубки, врезанные очень хорошо. На высоком уровне, на высочайшем уровне. Ножки сделаны с колесиками. Я попросил продавщицу из Алиэкспресс установить мне эти колесики. На каждом колесике есть тормоз. Фиксатор такой. То есть все эти три колеса можно зафиксировать, и куб не будет двигаться. Посмотрите на качество полировки. Ни одной царапины нет. Все идеально сделано. Это две полусферы, сваренные между собой. Сварка в среде аргона, как я понимаю, происходила. И этот шов зачищен идеально. Патрубки, посмотрите как сделаны. Патрубки врезаны в этот куб. Патрубки. Один из них установлен для того, чтобы сюда установить тен. Тен на 6 кВт будет установлен у меня здесь. И еще три таких патрубка здесь. В центральной части куба находится патрубок на 4 дюйма. Чем это хорошо? В этот патрубок я могу поставить флейту. Можно подключить узел кальчика, из которого имеются два выхода. Также сюда можно подключить подстилу. Сделано очень аккуратно и чисто. Также можно подсоединить сюда 4 дюймовый шлем. Переходим к следующему узлу. Это диоптер с подсветкой. Это вообще потрясающее что-то. Это меня очень удивило, потому что, когда я заказывал, об этом даже не говорилось. И загорелось. Видите сразу, что внутри свет. Перехожу к следующему узлу. Это узел загрузки. Что он из себя представляет? Он представляет из себя патрубок, варенный в верхнюю часть полусферы. И 4 зажимных болта. Сейчас я вам открою и посмотрим, что находится внутри. Чем хороши эти болты с гайками? То есть, в самом нижнем положении вращения этой гайки, она не касается поверхности полусферы. То есть, не ударяется ни одной заусенки, ни капли града, ничего нет. Открывая люк, здесь установлена прокладка силиконовая. И мы видим все, что находится внутри. Я могу производить загрузку, не снимая того оборудования, которое уже установлено на верхней части этого куба. Куб находится на приемлемой высоте, то есть, очень удобно работать. В нижней части куба, в нижней полусфере, находится сливной кран. Вот патрубок, к которому подсоединяется кран, у которого имеется три позиции. И таким образом можно произвести очистку бака, не убирая его в какое-то другое место. Кран имеет три позиции. Вот одна позиция, вот вторая. Сейчас мы с вами видим ТЭН, ТЭН на 6 кВт. И я ожидаю регулятор мощности, который будет производить повышение или понижение мощности. Сюда он устанавливается, ТЭН, через зажимное кольцо и прокладку. Вот сюда вот он устанавливается. Производителям данного куба было сказано, что эргономика и площадь испарения этого куба очень высокие по сравнению с другими конструкциями. Ну, это я думаю увидеть в работе. Сейчас я подсоединил узел кальчинка. Вы видите, две стороны, левая и правая, которые могут быть использованы для различных устройств. И вообще в сборе вся эта конструкция, она напоминает какой-то инопланетный механизм. Очень красиво и качественно, еще раз повторяю, сделано. Особо еще раз хочу отметить продавца данного устройства, которое работает на Алиэкспресс, которая шла навстречу, и все вопросы, которые возникали в процессе подготовки документации, оплаты и другие вопросы, все решалось очень оперативно и в срок. Высота данного устройства 750 мм, то есть от нулевой отметки до места, где подсоединяется узел кальчинка, 750 мм. Диаметр этого устройства, я посчитал через длину окружности, порядка 760 мм. Заинтересовала тема, которая довольно-таки часто обсуждается в последнее время. На роликах по поводу Арнольда Хильштейна. То есть, в чем заключается у меня вопрос? Из 4-дюймового патрубка у меня все идет на шлем, из шлема у меня идет на флейту, будет осуществляться двойная перегонка. Из флейты у меня возврат флейты пойдет на этот патрубок. Таким образом, я хочу спросить, какие детали нужно для того, чтобы производить возврат флегмы из флейты в этот патрубок, то есть, чтобы шел круговой цикл, и посоветуйте, каким образом мне установить эти детали. А это я просто хочу в заключении вам показать фрукты и овощи с нашего рынка. Фрукты очень потрясающие. Виноград. Виноград производится на голландских высотах. Вы слышали про голланды. Виноград очень вкусный. Он идет только на еду, но не на вино. Посмотрите, какие грозди. Красивые грозди. Посмотрите, гроздь винограда. Потрясающий вкус. Виноград без косточки. Дальше находится манго. Сейчас начался сезон авокадо. Потрясающий фрукт. У него большая косточка внутри. Вкус очень хороший. Это вот бананы. Посмотрите, какая красотища. Желтые, очень вкусные, красивые бананы. Сейчас. Они не поспели. Они такие не вызревают на бананах. Их специальных камер доводит до такой степени. И что еще хочу показать вам. Манго. Потрясающий. Манго без волосков. Есть несколько видов манго. Этот сорт называется манго майя. Спрашиваю специально без волосков внутри. То есть мякость очень вкусная. И косточка.